Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. И надо сказать, что Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с такими государствами, вроде бы как мы, Швейцария, Австрия и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского Союза. Буквально 600 миллионов человек. И они всегда опираются на своих союзников и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении, как я уже только что сказал, в нашей стране часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета. Я недавно попросил пресс-секретаря, чтобы подготовила мне последние публикации в российских средствах массовой информации, крупных, мелких телеграм-каналах, но за которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Почему? Потому что, когда я веду разговор не только о нефти, газе, атомные станции и так далее, о деньгах, я постоянно говорю по вопросам средств массовой информации. И, как я уже сказал, что это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и в России, для российского общества. Мы-то тут свое общество защитим, но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значит информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания, людей это настораживает. И когда я говорю Путину об этом, он говорит, ну ты знаешь, страна большая. Вот и последний раз с Медведевым, Путиным, троем мы встречались, затронули эту тему. Говорят, что это не мы, это не мы. Я говорю, как это не мы, если за этим каналом стоит вот такой-такой человек. И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас, там и так далее, и люто ненавидят. Или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать. Поэтому нам хватает с одной стороны и с другой стороны.